У нас пятеро ребятишек, с инвалидностью у нас Ромка, самый младший. В общем, две девочки и три мальчика. Это ребенок, он наш. Какая разница, какой у него стоит диагноз? Мы расстроились, когда он родился, мы расстроились не из-за того, что у него синдром Дауна. Вы знаешь, когда обычный ребенок заболел, ты расстраиваешься? Вот. То есть не из-за того, что у него другой набор хромосом, или он какой-то такой, или кривенький, косенький, или еще что-то, а чисто из-за того, что этот ребенок болеет. Слежу за Ромой, накрываю на стол, и вот еще снег на улице, вон там, и перед домом тоже. Очень хорошо и положительно. Мой братан. Лада с синдромом Дауна, фиг с ним. Он родился глухой. Я больше переживала, а как мне с ним работать, да, как мне его общаться. Ну, чисто вот навыки учить, когда ребенок не слышит. Мы как родители больше переживали от того, что ребенок просто вот болеет. То вот он страдает, то есть я как мама, значит, потом я смотрю, он-то счастлив. Он-то счастлив, и вы знаете, вот как оно вот, ну, все по-другому. Ну, я должна следить за Ромой, должна помогать маме по дому, там, пылесосить. Поняла, что время на себя надо, обязательно выгораешь. Чтобы не выгорать, чтобы я танцую. И, двенадцать, двенадцать, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять, двенадцать. Иногда мне самому хочется с ним поиграть, а иногда, ну, он сам зовет нас поиграть. Ну, сначала было неожиданно, никто не ждал, что может такое случиться. Мы потихоньку, постепенно привыкли к этой мысли, что у нас будет особый ребенок, что будут трудности с его воспитанием. Наша первостепенная задача, чтобы он мог разговаривать, говорить и высказывать свои чувства, мысли. Роме очень хорошо, Рома вообще особый и другой, солнечный. Рома от Бога, так думаю. Редактор субтитров А.Семкин